Международный автомобильный пункт пропуска Краскина сдадут в ноябре 2024 года. Ход работ проинспектировали полномочный представитель президента Юрий Труднев и губернатор Приморья Олег Кожемяка. Сейчас на Багран-переходе оформляется до 110 автомобилей. При этом за счет оптимизации потоков увеличилась пропускная способность грузовых машин. В настоящее время пассажирские полосы используются для пропуска фур в период отсутствия автобусов. Действует реверсивное движение. Необходимо синхронизировать работу, чтобы она сочеталась с временем прохождения, с китайской стороны. И, конечно, увеличить спады временного хранения, что если по подрезению машина вызывает, то не здесь ее держать, а направить туда и там уже непосредственно досматривать. Поэтому в ближайшее время выйдем сюда, здесь проведем такое совещание, пригласим наших китайских коллег. И отработаем все те нюансы, которые сегодня пока тормозят, скажем, достаточное количество машин, которые могли бы быстро оформлять именно российская сторона. Глава региона добавил, что по заверению Росгранстроя уже до конца этого года будет увеличена пропускная способность за счет ввода новых полос. Со своей стороны правительство Приморья готовит необходимую документацию на реконструкцию подъездных путей к погранпереходу. Как подчеркнул Юрий Трутнев, состояние пунктов пропуска уже давно является больным вопросом. Вот мой пункт пропуска строится, и коллеги согласились с моей формулировкой, что они готовы, так сказать, заложить свою деловую репутацию и свои должности рабочие за то, что они сдадут в ноябре 24 года. Также Юрий Трутнев поручил федеральному Минтрансу в течение недели сдать необходимые правовые акты, связанные с расширением складов временного хранения. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.